So, what is happiness for you? В основном я использую дубовые, мелкие опилки, вот видно вот в этой каше, зерном используется то, которое имеет вот такую оболочку, то есть это будет не пшеница, это будет, ну вот я использую ячмень, ячмень или овес, что там есть под рукой, это не принципиально важно. Эта питательная среда готовится универсально как для древоразрушающих грибов, так и не древоразрушающих. Она подходит для вешенки, рейши, шиитаки, гериция, ну и также она будет приемлемой для других грибов. Сначала нужно, это еще есть не агаровая среда, это та питательная субстанция, которую нужно приготовить для того, чтобы в дальнейшем из нее приготовить агаровую среду, которую будем помещать в пробирку и определенным образом стерилизовать. Первое, что нужно сделать, это соотношение и количество. Есть или нет каких-то буквальных формул, сколько ее должно быть в этом составе. Я, например, использую вот следующим образом. Для приготовления полтора литра этой питательной субстанции я использую литр овса и полтора стакана древесных опилок. Вот они сейчас находятся здесь. Первое, что я делаю, это среда, нужно сюда внести, помещается, заливается полтора литра воды и после этого производится ее кипячение. Время, ну для первичной подготовки нужно обработать опилки и нужно, это скорее что-то по принципу, как готовится чай. Это делается такой вот настой. Настой из вот этого материала, который мы сюда вносим. Особые требования следует сказать относительно воды, которую вы будете использовать. Ну я не буду там рекомендовать использовать дистиллированную воду. Все-таки определенная осматическая концентрация должна быть в этом растворе. Поэтому можно использовать, ну воду, что имеется в виду, не использовать водопроводную, содержащую большое количество солей. Большое количество солей в этом растворе будет в дальнейшем давать пятна, давать осадок при изготовлении и лучше ее не использовать. Можно взять негазированную, купить негазированную воду, нужно посмотреть просто на ее маркировки. Там обычно ту воду, которую предлагают в виде минеральной воды, она на самом деле не то, что не является минеральной, она по своему составу очень близка к дистиллированной воде. То есть минерализация у нее может быть где-то в районе 0,5-0,8. Это ничего общего не имеет с минеральной водой. Эта вода далека вообще от минеральной. Это что-то на уровне дистиллированной воды. Она в принципе вообще человеку не очень даже и полезна. Но вот для мицелия она прекрасно может подойти. Я использую воду специальную вот такую привозную из очень хорошего чистого источника, в смысле скважины, скважины вот такого источника. И после, вот что мы сейчас будем делать. Вот этот настой, который мы вчера отварили, он настоялся у нас сутки. Сейчас мы добавляем еще какой-то объем, объем воды. Потому что в дальнейшем нам нужно будет профильтровать этот раствор. И в конечном выходе у нас получится этого раствора намного меньше, чем нам нужно. Конечный объем, который будет необходим... Конечный объем, который будет... Вы можете видеть, уже в процессе опыта я это все делаю более так интуитивно. То есть на уровне понимания этого процесса, а не отдельных знаний. И тут возможно множество вопросов возникает. Сколько воды, как воды и так дальше. Это вопросы уже не количественные, а качественные. На них ответы появятся только тогда, когда вы начнете работу с игаровыми средами. Начнете их понемножку готовить, что-то пробовать. И тут у вас появится множество ответов. Но вообще эта среда по своему составу получается такая очень питательная для грибов. Я не использую такие обедненные среды. Мне кажется, все-таки мицелий нужно хорошо прикормить. И почему в ней находятся зерно и опилки? Опилки это для древоразрушающих грибов. А само зерно это приготовление ферментной системы мицелия. Мицелия тому, чтобы он знал, что ему дальше, так как мы будем использовать солому пшеничную, он должен знать, что ему придется дальше кушать. И его ферментная система будет готова к употреблению этого материала в дальнейшем. Теперь вот приготовили такой суп для нашего мицелия, который будем дальше выращивать. Сейчас мы сделаем еще одну такую манипуляцию. Мы будем этот раствор просто-напросто доведем его до кипения. Потом поставим его, чтобы он остыл. И в дальнейшем произведем фильтрацию. Фильтрацию делаем любым удобным способом. Для более такой грубой фильтрации можно использовать любые подручные средства. Вот сито. Сначала мы делаем грубую фильтрацию вот этого всего материала. А в дальнейшем это с помощью применения последовательно фильтров разного калибра. Будем стараться полностью удалить частички, которые находятся в этой среде. Там принципиально не является, чтобы полностью удалить это питательные вещества для мицелия и грибов. Но будем фильтровать его до того состояния, насколько у нас это будет получаться. Чтобы у нас все-таки в дальнейшем остался не каша, а остался просто жидкий остаток из того, что у нас есть. Значит, сейчас мы это закипятим. Это остывает. Потом мы это фильтруем. После фильтрации тот раствор, который у нас уже получится, мы будем поддавать его длительному кипячению. Длительному это на протяжении времени, не меньше часа. Это будет сделано для того, чтобы из него постараться таким вот самым простейшим способом кипячения, постараться удалить все вредоносные, удалить и уничтожить все вредоносные бактерии и споры, которые в него попали. В дальнейшем мы все равно будем его стерилизовать в автоклаве и в довольно-таки жестком режиме. Но эти все мероприятия, они должны иметь место. И это очень важно. Потому что после приготовления уже готовых агаровых сред, они отправятся на очень длительную инкубацию. Это не менее двух недель. И если мы допустим в этой работе значительные погрешности, то две недели мы будем ожидать того, что у нас должны получиться какие-то питательные среды, а у нас получится то, что они будут отбракованы. И у нас наступит еще один цикл, снова приготовление этой питательной среды, что вообще не будет способствовать скорости работы по производству посевного материала. Как в дальнейшем, расчет производится, какое количество нам будет необходимо, это уже будет после того, когда мы приготовим после кипячения, мы измеряем тот объем раствора, который получается в конечном результате, и будем подводить по то количество, которое нам необходимо. Я что-то уже рассказывал о расчетах. Вот в такую чашку приблизительно нужно будет 15 мл. То есть, если таких чашек будет 10, это 150 мл нам нужно. На чашке, на пробирке здесь еще будет 15 мл. То есть, если у нас таких пробирок 10, это еще будет 150 мл, это нам уже нужно 300 мл. Ну и в дальнейшем, если работаем вот с такими маленькими десятками, то нам будет сюда, тоже необходимо рассчитать, ну и сюда помещается где-то 7 мл. Ну и если 10 таких пробирок, то еще 70 мл. Итак, у нас получилось приблизительно нашего раствора. Нужно приблизительно 370 мл. Будем готовить с запасом. Вот как раз приблизительно 0,5 литра раствора нам нужно, нам будет необходимо на 10 чашек, 10 таких пробирок и 10 таких пробирок. Ну, это очень маленькое количество материала и будет требовать больших таких затрат времени по приготовлению всего остального. То, конечно, в более таких серьезных масштабах агаровой среды и вот этого материала будет готовиться, ну, намного больше. К примеру, это там 20 или 30 чашек Петри, может быть. Это 20-30 пробирок вот таких. То же самое касается десяток их. Огромное количество до 30 штук. Ну, в внешнем результате, вот таким математическим вычислением, мы рассчитаем, какой необходимый раствор нам будет необходим для того, чтобы мы полностью, была возможность приготовить такой посемной материал. Ну, и всегда готовим с запасом. То, что у нас остается, лучше всего не выбрасывать. Можно применить, я показывал способы посева, например, на посева вот в такие банки. Если у вас нет возможности, то есть нет возможности, у вас нету на первичном моменте, у вас нету там лабораторной посуды необходимой и нету большой такой практики работы. Хотя практика есть у меня на канале, там можно объективно там посмотреть. Вообще саму технику посева на разные виды чашки, пробирки и так дальше. Ну, вот я там четко показал способы работы вот с такими банками. Значит, на начальном этапе можно использовать просто банки и сюда помещать в дальнейшем агаровую среду и пробовать там шаманить, там работать с какими-то уже культурами. Ну, я относительно банок еще остановлюсь. Это такая посуда, которая есть у любого человека. Вот, я делаю их, вот как видите. Я начал так делать уже года три назад. Так вот, четыре дырки и видите, что они запечатаны. Ватными фильтрами. Немножко рутинная работа, потому что, если приходится сделать таких банок, например, 50-60 штук, то, конечно, посидеть и запечатать каждую вот эту дырочку ватным фильтром, это чего-то стоит. Но, ну, это такая уже та рутинная работа, которая визуально, то, что сейчас вот рассказано, вот те знания, вот там сейчас займут где-то 15-20 минут вот этот ролик. А на самом деле производство этих культур занимает множество времени по изготовлению даже самих ватных пробок, изготовлению таких вот фильтров к этим баночкам. Это рутинная работа, которая занимает много времени. И особенно для тех предприятий небольших, которые пробуют наладить у себя свое собственное производство, мицелия, то нужно им сразу сказать, что трудно у вас будет получаться совмещать одновременно занятия и выращиванием грибов и производство мицелия, потому что вот эта деятельность по производству мицелия не только лабораторных культур, а уже и готовых материалов занимает полностью рабочее время и ни на что другое, просто времени другого не остается. Поэтому это чем-то должен заниматься отдельно человек, который будет заниматься принципиально изготовлением самих культур. И вот по такому вопросу, в принципе, все, что хотелось сказать. Это, конечно, очень маленькая часть всего того материала. В дальнейшем, после того, когда будет приготовлен уже вот этот раствор профильтрованный, будем добавлять в него агар, тогда будем готовить уже агаровую среду, будем совершать с помощью вот таких вот интересных предметов, которые они здесь очень не зря находятся. Я потом объясню, для чего они и почему они вот в таком внешнем виде. Вот. И будем делать разлив по посуде. В дальнейшем приступим к автоклавированию. И самый будет интересный и сложный вопрос – закашивание среды. Это очень такая технически интересная процедура. Как ее сделать, я в дальнейшем вам покажу. Следите в дальнейшем за каналом. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо за просмотр!